День Города Митрополитом Рязанским и Михайловским станет архиепископ Егорьевский Марк. Всегда говори «да». В Рязани открылся новый супермаркет известного торгового бренда. Повышение пенсионного возраста в России коснется только госслужащих. Абсолютное большинство граждан оно не затронет. Об этом заявил Дмитрий Медведев в четверг на заседании правительства. Как подробно рассказал премьер, это касается тех, кто работает в госструктурах, гражданских и муниципальных служащих. Возраст выхода на пенсию для них увеличен с 60 до 65 лет. При этом будет предусмотрен переходный период. Правительство Российской Федерации одобрило повышение пенсионного возраста для чиновников. Начиная с 1 января 2016 года пенсионный возраст для госслужащих будет повышен до 65 лет. Происходить это будет поэтапно. Это решение даст право на доплату к страховой пенсии по старости. Пенсионный возраст для чиновников будет повышаться в год на 6 месяцев в течение 10 лет. Экономическая выгода от этого маневра в 2016 году составит 622 миллиона рублей. В масштабах России это несущественная экономия. Законопроект имеет скорее имиджевый характер и подготавливает население к аналогичным инициативам по отношению к обычным гражданским лицам. По крайней мере, существует такая вероятность, хотя решение по этому вопросу еще не принималось. Вместе с этой поправкой внесено предложение увеличить предельный возраст, позволяющий находиться на госслужбе до 65 лет вместо предусмотренных ранее 60 лет. Таким же возрастом ограничивается пребывание на службе чиновников Совета Федерации и Госдумы, которые тоже станут получать надбавки. Также назначение дополнительной выплаты за выслугу лет этой категории госслужащих произойдет только по достижению ими 65-летнего возраста при сроке службы не менее трех лет. Сама величина индексации пенсии правительством еще не определена. Также стоит отметить, что в особых случаях с самыми ценными чиновниками возможно будет заключаться дополнительный договор длительностью на пять лет. Отмечено, что все эти изменения не заденут президента страны, так как эта должность не имеет верхнего возрастного предела. Вчера под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Синодальными решениями митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин назначен митрополитом Оренбургской митрополии. В Рязани его должность теперь займет архиепископ Егорьевский Марк. Напомним, Вениамин возглавлял Рязанскую митрополию с декабря 2013 года и запомнился несколькими резонансными отставками и переводами с постов популярных среди прихожан-настоятелей. В частности, он отстранил настоятели Борисоглебского собора и храма Спаса на Яру Николая Сирокина и Сергея Чушкина. Что мы знаем о новом главе Рязанской митрополии? Архиепископ Марк ранее управлял Венско-Австрийской и Венгерской епархиями, а также занимал должность руководителя управления Московского патриархата по зарубежным учреждениям. Родился он в Перми в 1964 году, так что по церковным меркам еще довольно молод, а силы энергии, чтобы возрождать церковную жизнь понадобится немало. По благословению патриарха Кирилла, именно он был назначен председателем правления фонда поддержки строительства храмов Москвы. Большинство людей с пониманием относятся к теме строительства новых храмов, радуют строительство новых храмов. Просто нам нужно больше работать с людьми и объяснять им и понимать, объяснять им и говорить, что это для них все собственно делается. Понимаете, люди часто воспринимают храм как место, куда можно прийти, поставить свечку. Люди просто не знают богатства современной церковной жизни. И нужно обо всем этом говорить и привлекать людей. Надо сказать, архиепископ Марк человек неординарный. Он считает, что главное – дать возможность ходить в храм рядом с домом, чтобы пожилые люди и многодетные мамы смогли почаще присутствовать на богослужениях. И при всем этом старается не отставать от реальности. Например, если люди активно скачивают мобильные приложения, пользуются компьютерами, айфонами, айпадами и ридерами, то почему не дать им возможность почитать православную энциклопедию или новости в электронном виде? У архиепископа Марка большой опыт не только пастерской, но и административной работы. По его мнению, главное условие создания настоящего прихода – это хороший неравнодушный священник. Сегодня стало известно, что Леонид Тен покидает пост главврача станции «Скорая медпомощь» Рязани. По неофициальным данным, главный врач городской станции покидает свой пост по собственному желанию. На станции он проработал почти 40 лет. Пришел в это учреждение сразу после института. С 14 лет Леонид Тен работал в выездной бригаде, затем возглавил станцию. Рязанские аграрии обновили рекорд более чем 20 лет недавности. В области уже собрано свыше полутора миллионов тонн зерна. Сегодня агропромышленный комплекс работает так, что не просто хватает на нужды региона. Можно накормить еще один такой же. Рекордный урожай агрария в этом году отметили на Большом празднике. В честь окончания сезона сбора урожая в регионе проводят День работников сельского хозяйства. Олег Ковалев поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также наградил передовиков. Выступая, губернатор отметил, что рекордные показатели этого года подтверждают. АПК является перспективной отраслью в регионе. В этом году на ее поддержку было направлено 3,7 миллиарда рублей. Проблема импортозамещения стала стимулом для рязанских аграриев по развитию многих направлений деятельности. Весной не очень такие радужные были у нас настроения, потому что о зимах мы потеряли где-то около 50 тысяч гектар. Ну, 40 с небольшим тысяч гектар потеряли о зимах, которые, в общем-то, были в плохом состоянии из-за засушливой осени. Но в последующем погода нам дала возможность наверстать это. И, в общем-то, мы почти по всем показателям вышли с превышением относительно уровня прошлого года. Это хороший результат. И с учетом того, что на ценовом рынке спада нет, и мы можем продать по достойным ценам ту продукцию, которую произвели, я думаю, что крестьяне чуть-чуть укрепят свой потенциал. Это очень важно. Ну, естественно, у нас заработная плата подросла тоже в аграрном секторе. Сегодня высококвалифицированные зарабатывают на уровне горожан, будем говорить так. По-прежнему остается актуальным вопрос привлечения молодых специалистов в агропромышленную отрасль. Олег Ковалев отметил, что необходимо изменить систему профобразования для привлечения молодежи на работу в сферу сельского хозяйства. Большое внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры и дорог в сельской местности. Уже запущены программы интернетизации малых населенных пунктов с численностью населения от 250 человек. Да, происходит смена поколений. Да, вот сейчас все больше и больше молодежи начинает возвращаться туда. Наша задача сделать так, чтобы мы, специалистов для аграрного комплекса, брали из тех же сел и деревень, где они живут и растут, где они учатся в школах, целевым образом направили их на учебу в соответствующие высшие и средние специальные учебные заведения и возвращали их на эту же землю, создав им там более комфортные условия для жизни. То есть более комфортные с точки зрения социальной. Это детсады, школы, клубы, дороги, коммуникации, связь, интернет и так далее. То есть то, что сегодня молодежь, без чего молодежь жить не может. Это очень важный элемент. Предстоит решить большие задачи по увеличению производства продукции. Мы можем это делать. Первая цель – это, наверное, в будущем увеличить наше производство зерна, довести его до 2 миллионов тонн. Остальные макрозадачи – это удвоить производство мяса и молока. Много работы предстоит в производстве овощей в тепличном грунте. Очень много работы в садоводстве, по производству фруктов. И это очень огромная задача. Она, наверное, задача не одного дня. Сегодня перед специалистами АПК стоит много важных задач. И в том, что они будут реализованы, сомневаться не приходится. Результаты этого года как никогда доказывают, что рязанцы любят и умеют работать. Ученые пришли к мысли, что именно способность человеческой кисти сжиматься в кулак отличает нашу руку от руки обезьяны. Ни у одной из представителей приматов такой способности нет. По их мнению, в первую очередь, сила эволюции подарила человеку кулак для того, чтобы бить. Правда, в современном мире интеллект любителей разобраться с помощью кулаков от обезьяны отличается не сильно. Порой словесные перепалки автолюбителей на дорогах перерастают в драку. Причем это касается не только мужчин, но и женщин. К сожалению, нервное напряжение, раздражительность, агрессия – это бич современного мира и самая настоящая беда. Не уступил дорогу, в ход идут сначала брань, а потом и кулаки. И самое ужасное, что водитель, который полез в драку, до последнего считает себя правым. Думает, что таким поведением показывает свое превосходство. Были и случаи причинения серьезных увечий. Пару лет назад был подобный случай. Две девушки в московском районе города Рязани не поделили парковочное место. И одна другой нанесла тяжкое увечье. То есть у девушки было обезображено лицо. Такой вот факт. Две автоледи не поделили парковку. В Рязани таких случаев зарегистрировано немного. Но, увы, это не потому, что побоище на дорогах у нас редкость. Просто довольно часто пострадавший никуда не обращается, не пишет заявление. И тому, кто завязал драку, все сходит с рук. А безнаказанность позволяет и дальше распускать кулаки. В таких случаях я бы посоветовала не отвечать на агрессию. Либо заблокироваться в автомобиле. То есть избежать вообще прямого контакта с агрессивным человеком. И незамедлительно вызвать сотрудников полиции. В прошлом месяце в соцсети «Контакт» появилось видео о том, как на Площади Победы в Рязани двое водителей подрались на проезжей части. В результате один из них ударил второго ножом. Буквально месяц назад такой случай имел место. Конфликт между водителем маршрутки и водителем такси. Там имело место ножевое ранение. Несерьезное, незначительное. Тем не менее, сам факт конфликта и расследование по данному факту проводилось. И также подозреваемый был задержан. Стоит отметить, что не нужно легкомысленно относиться к подобным ситуациям. Даже несмотря на стресс, усталость, плохое настроение и жизненные неурядицы, пожалуйста, оставайтесь людьми. Не нужно махать кулаками, доказывая свою правоту. В них правды нет. Царапины на машине можно закрасить. Гораздо хуже, когда они на теле. День рождения отмечают нейлоновые чулки. Именно 24 октября 1939 года в одном из магазинов американского города начали продаваться чулки фирмы Дюпон. Женщины мечтали обладать этим модным элементом одежды. Поэтому за несколько часов было продано более 700 тысяч экземпляров. Олеся Харлина подробнее расскажет о том, на что не жалеет денег даже самая экономная представительница прекрасного пола. Все-таки чулки – это удивительный предмет женского гардероба. Когда они впервые поступили в продажу, ажиотаж среди прекрасной половины человечества был такой, что нетерпеливые дамы надевали их прямо на улице. О создании нового синтетического материала, придающего прочность и эластичность любой ткани, в 1938 году объявила всемирно известная химическая компания Дюпон Данимур. Презентацию провели шиком на выставке в Нью-Йорке. Одна рекламная компания, чего стоило, перед входом в павильон, стоял 12-метровый манекен, одетый в нейлоновые чулки. Уже тогда этот предмет из нейлона был объявлен революционной одеждой будущего. Удивительно, но его приравнивали по значению к изобретению двигателя внутреннего сгорания, радио и телефона. Рекламные агенты бесплатно раздавали презентационные экземпляры женщинам и говорили, что носить чулки из шелка, а не из нейлона, все равно, что менять автомобиль на лошадь. Удивительно, но первая партия этого товара поступила на прилавок одного из магазинов лишь спустя почти год. Но зато уже через полгода в Нью-Йорке только за один день было продано 5 миллионов пар чулок. Да, изобретенный нейлон совершил прорыв. В текстильной отрасли компания Дюпон, сотрудником которой был ученый, обогатилась на миллиарды долларов. По сравнению с шелковыми они хорошо тянулись, не теряя формы, не сползали и не морщились, облегая ногу, стойко переносили мороз и влагу. Только женщины поймут глубину высказываний, что невозможно покорить мир, если на тебе сползают колготки, а в красивых ажурных чулках ужин можно чуть-чуть не досолить. Так что, уважаемые мужчины, не надо спрашивать, сколько стоят чулки. Этим товаром нужно просто любоваться на стройных ножках ваших спутниц. Новый бренд супермаркетов ДА представляет собой торговую сеть, основателем которой является компания ОК. Магазин будет работать в формате у дома и предоставлять каждому покупателю быстро и экономно совершать покупки каждый день. Новый супермаркет открыл свои двери для покупателей на улице Вокзальной. Как заявляет компания, да, это совершенно новый для России формат супермаркетов. Называется он «Дискаунтер» и предполагает магазин формата у дома. Покупателю должно быть удобно прийти в любое время и закупить товары, которые ему необходимы в первую очередь. Здесь просторный зал, современное оборудование, а главное – тщательно подобранный ассортимент, который включает любимые бренды, а также товары под собственными торговыми марками. У нас есть определенная матрица, в которой собраны только топы продаж, только те продукты, которые пользуются наибольшим спросом у покупателя. И именно такие продукты покупатель может купить в нашем магазине. Молочные продукты поставляют на полке магазина рязанские фермеры, а собственная пекарня балует покупателей разнообразием выпечки. Здесь, кстати, можно приобрести к столу, помимо традиционных багетов, батон русского хлеба с клюквой и другими начинками. Оформление нравится, ассортимент хороший. Вообще все хорошо. Ой, впечатления огромные. В общем, здание большое. На прилавках все есть. Компания сети супермаркетов «Да» сокращает длину цепочки производитель поставщик прилавок. За счет этого покупатели есть доступ к товарам по максимально низким ценам каждый день. Кроме того, у нас есть наши основные козыри, которыми мы очень гордимся. Это хлеб собственного производства, это молоко, которое, кстати, производится рязанскими фермерами, плюс овощи, фрукты и, безусловно, мясная продукция, которая закупается у наших российских фермеров. Кстати, это уже второй супермаркет сети. Первый магазин работает на улице Станкозаводская, дом 32, в торговом центре «Квартал». На этом у меня все. Далее смотрите программу подробностей и прогноз погоды. Хорошего продолжения вечера. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok